Здравствуйте, друзья! В этом обзоре хочу вам рассказать о таком приборе, как инфракрасный термометр. Ещё его называют дистанционным. В чём как раз его главное преимущество. Так как рассчитан он именно на измерение тех приборов и тех мест, которые невозможно измерить при физическом контакте. Работает данный термометр от двух маленьких батареек, то есть не пальчиковых, а мизинчиковых. Также есть в продаже и версии, работающие от кроны. Но по мне так от двух мизинчиковых вроде как удобнее. Никаких особых кнопок включения у него нет. Он включается при помощи курка, которому производится измерение. Что касается кнопок на панели. Вот эта кнопка включает и выключает лазер. Вот сейчас лазер есть. Если мы выключим, указывать он не будет. Вторая кнопка это Цельсии и Фаренгейты. И третья кнопка это подсветка экрана для экономии энергии батареек. Что касается лазера. При измерении нужно учитывать, что между детектором и лазером имеется определенное расстояние. Соответственно, чем дальше находится объект измерения, тем больше будет расстояние от той точки, куда укажет лазер, до той точки, которая измеряется. Так что это обязательно нужно учитывать. Если вы будете измерять какой-то нагретый прибор, шарик, например, какой-то, либо отвертку, то вы сами посмотрите, что туда, куда ударяет луч лазера, там вы ничего не измерите, то, что вам нужно измерить. Наоборот, нужно отчитывать чуть-чуть ниже. Опытным путем, наводя лазер и чуть-чуть отводя подальше, вы посмотрите. Если вы измеряете какой-то нагретый прибор, то относительно этого нагретого прибора в других местах температура будет ниже. И вот, примерно, вот такими движениями, где будет больше всего, значит, вы именно туда направили ваш термометр. Что касается точности измерения. На мой взгляд, вот эти вот десятые доли, они тут совершенно бессмысленны, так как настолько точно он, во-первых, не мерит. Во-вторых, сейчас температура моей руки будет около 30 градусов. Ну, вот мы видим, 32. То есть, может быть, сейчас он и мерит точно, но диапазон его, как утверждает производитель, от минус 50 до 380 градусов Цельсия. По мне, так, максимальная его точность, которая нужна в работе, это плюс-минус 3-4 градуса, может быть, 5 градусов. Но, ввиду того, что он предназначен для измерения температуры тех предметов, либо даже жидкостей, которые физически нельзя измерить, например, если вы можете измерить воду с температурой до 80 градусов, даже до 90 градусов определенными приборами, то, например, вы не можете измерить температуру расплавленного свинца или олова. Олова плавится при температуре 232 градуса. А вот с помощью этого прибора, еще не расплавленного олова, можете спокойно измерить. Например, там будет 200 градусов, и вы будете знать, что через пару минут или несколько десятков секунд олова уже будет расплавлена. Никаким другим прибором вы температуру измерить не сможете. Касательно самих измерений. Нажимаете на курок, и пока вы не отпустили, происходит сканирование. Здесь написано «Скан». Таким вот образом он сканирует температуру. Как только вы отпустите, он фиксирует последнее значение. Вот такой вот дистанционный термометр. А на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok